Ребят, так выглядит лицо человека, которому только что удалили зуб. У меня ещё заморозка вот здесь держится, и я зажимаю ватку. Горло пересошено, но ничего страшного. Прошло 15 минут после операции, заморозка отходит и начинается самое интересное. Вот, кстати, мой зуб. Такой танцующий зуб у меня с кривыми корнями. И пока что перекошенный рот, потому что заморозка ещё отходит. Ну что, друзья, готовы слушать мой рассказ? Прошёл уже час после удаления зуба. Заморозка проходила в два этапа. Сначала заморозили в общем зону, а потом, когда заморозка подействовала, сделали локально уже несколько уколов, более, я так понимаю, глубоких, но менее продолжительных. Когда удалили зуб, эта заморозка практически сразу отошла. И началась адская боль. Таблетку обезболивающую мне сразу не дали. Предполагалось, что она должна была быть у меня с собой. Но я об этом не знала. Врач сказал, пойди домой и сразу же прими эту таблетку. Мне нужно заехать было ещё, оказывается, в аптеку. Вот такие приколы, если честно, мне не очень нравятся, когда вместо того, чтобы поехать домой и отдыхать как-то, приводить себя в порядок после этой процедуры. Тебе ещё нужно, оказывается, ехать в аптеку или ещё куда-то. Прикол прикол. В аптеку я побежала практически с огнём из одного места, потому что очень торопилась туда. Нужно было купить обезболивающее. Как только было оплачено, я его схватила, открыла коробку и приняла. После этого прошло ещё минут 20 в танцах со льдом. И потом немножко отпустила, полегчало. Также у меня есть реабилитация после удаления моего первого зуба мудрости. Смотрите, здесь я оставлю вам ссылочку. Час после удаления. На данный момент есть небольшой отёк. Он такой локальный. Лимфоузлы более-менее в норме. Ну, чуть-чуть там есть какой-то эффект, но ничего страшного. Глотать немножко больно, но тоже терпимо. Я думаю, что это эффект обезболивающих, потому что я попросила более сильное. Я покажу, какое обезболивающее я принимала и какие медикаменты понадобились для проведения этой процедуры. Супер утро. За ночь мне удалось поспать пару часов. Это были уже часы на рассвете. Всё остальное время ночью я пыталась никого не разбудить. Слушала музыку, ходила по коридору туда-сюда. Пыталась пить воду, попыталась зайти в чат, чтобы отвлечься. Но в это время никого нету, так что справлялась сама. И очень ждала утро, чтобы выпить следующую обезболивающую таблетку. Сейчас попытаюсь каким-то образом почистить зубы. Щётку обмакнуть в ополаскиватель для зубов. Специальный, конечно же, ополаскиватель с хлорбексидином. После операции его назначают. Мне нужно просто окунуть щётку в этот куросепт и немножко почистить зубы. После этого не нужно споласкивать, потому что полоскать рот пока ещё не рекомендуется. Сплёвывать после операции можно только через сутки. Вот как-то так, друзья. Каждые 12 часов мне прописали пить обезболивающее. Оно же антиопухающее. Антивоспалительное, короче. И антибиотик тоже каждые 12 часов. Поэтому сейчас нужно покушать, попытаться и выпить эти таблетки. По-моему, по сравнению с прошлым видео я буду речком. Это несмотря на то, что вчера мне не дали сразу обезболивающую. У меня была жуткая боль. И не положили сразу лёд. Поэтому боль была жуткая. Сегодня ночь. Каждые 15 минут я прикладываю лёд на 15 минут. Это антибиотик аументин, который нужно выпить до операции за час. Две штучки. И потом каждые 12 часов повторять по одной штучке приёма. Таблетки достаточно крупные и едва ли влазят в рот. Потому что рот пока что ещё практически не открывается. И всё. Кушать не очень удобно. Про обезболивающее. Раньше я пила Синфлекс. И вчера в аптеке купила вот это средство. Доктор прописал его тоже. Он сказал, что это средство посильнее. Если захочешь, возьми его. Конечно, захочу. Оно для инъекций. Но его можно использовать и под язык. День второй, ребят. На этот раз уже спалось. Вот что хочу сказать. Если ты настраиваешься мучиться, ты будешь мучиться. Так, как было у меня в прошлый раз. На этот раз я настраиваюсь. Завтра уже на прямой эфир в инстаграме, например. И мне нужно выглядеть и чувствовать себя, в первую очередь, нормально. Что будет со щекой, я не знаю. Надеюсь, что мои подписчики меня поймут. Вот так я оборудовала себе лёд. Чтобы не отморозить себе руки, я приспособила себе вот этого мишку. Таким образом, моя рука может выдерживать долго. И всё остальное идёт по плану. Пью таблетки. Кушаю жидкую, холодную пищу. Через неделю после операции снимаю со швы. Так что ждём этого дня с нетерпением и посмотрим на меня через несколько дней. Ну что, друзья, вечер второго дня. Как видите, мой фейс пока ещё перекошен. И губы начинают шелушиться. Но на самом деле они не такие опухшие, как в прошлый раз. И, наверное, это заслуга моего бальзама для губ. В этот раз он был и фраше. Очень важно пить много воды. Глотать уже сейчас не так больно. Поэтому воду можно пить чем больше, тем лучше. Под вечер начинает болеть зуб. Ну, зуб. Его отсутствие. Я пользуюсь вот такими ледяными пакетами. Завтра готовлюсь к активному дню. Но лучше, конечно, не перебарщивать. Если вы не даёте себе хорошенько отдыхать, то процесс реабилитации затягивается. Вот такая получилась огромная месяха супа. Там у меня на блендере перемолотые макарошки маленькие, свежий горошек, морковка, ну и приправки. Травки, приправки. И у меня осталась последняя ампула кетеролака. Их там всего три в упаковке. Его можно прям вот так вот открыть и вылить себе под язык. После этого подержать минуту и проглотить, не запивая. Утро третьего дня. Как обычно, сегодня я завтракаю жидкой холодной едой. Сегодня последний день, когда я вынуждена терпеть такой беспредел. Кроме того, пью, конечно же, антибиотики и обезболивающие. И ещё один такой лайфхак. Это крем бодяга. Помните моё видео, которое я снимала по поводу мастхевов из белорусской аптеки? Вот здесь его прикреплю. Итак, бодяга – это сейчас то, что мне нужно, потому что мой отёк стал сходить и стал трансформироваться в синяк. Так что я беру бодягу и наношу её утром и вечером, чтобы, по крайней мере, синяк этот не расползался у меня по лицу. Запах у него нормальный. На него можно наносить макияж, так что ничего страшного нет. Сегодня же уже понедельник. И много дел. Слышно, что я ещё пока шепелявлю, но это нормально. По крайней мере, я уже могу улыбаться немножко и более интенсивно разговаривать. На рацион сегодня планирую взять бананы, фруктовое пюре. У меня это яблоко и слива. И детские печеньки, которые хорошо растворяются в молоке. Поделюсь с вами одним интересным фактом. Знаете, что такое фантомные боли или фантомный образ? Почему я об этом говорю? Приведу пример. Человеку ампутировали ногу или удалили жизненно важный орган. Физически. Дело в том, что в фантомном образе этот орган продолжает присутствовать, так как он является картиной нашего мира. Картиной нашего физического тела, ментальной картины. Образной. В фантомном теле память об этом органе сохраняется. Этот орган продолжает являться частью нашего фантомного образа. И его отсутствие приносит боль. Реальную физическую боль. Эта боль может продолжаться на протяжении долгого времени. И она может быть гораздо сильнее, чем обыкновенная боль при порезе, укусе. Друзья, думайте, что вы думаете. Корректируйте ваши мысли. Берегите себя и не позволяйте деструктивным мыслям разрушать вас. Прокормить себя можно детской кашей. Она гомогенизированная и подходит хорошо для глотания после операции. Но я покреативила с кашей собственного приготовления и сделала рисовую кашу с тыквой и медом в блендере. Потом я добавила молока и довела ее до нужной мне консистенции. Вуаля! Ужин готов! Друзья, вот и наступил четвертый день. И сегодня случилась очень важная вещь. Я смогла сомкнуть зубы. В прошлые дни это было невозможно из-за того, что часть десны или щеки покрывала последний оставшийся зуб. Сегодня я смогла сместить эту шапку. Теперь можно кушать нормальную еду и стараться жевать. А также разрабатывать свой рот, говоря интенсивно, улыбаясь. Теперь уже можно нормально почистить зубы. Аккуратно, но нормально. Я упустила сказать вам одну очень важную вещь, которую я применяла на протяжении этих трех дней, когда нужно было кушать гомогенную холодную еду. У меня есть прекрасная книга, в которой собраны рецепты для здорового питания. Здесь коктейли из различных фруктов и овощей в различных интерпретациях. Все это выглядит очень аппетитно. Если вы хотите, я могу снять для вас специальное отдельное видео о том, как я готовлю эти коктейли и что в результате получается. Сравним картинки из книги с тем, что получается на самом деле. Если вы хотите такое видео, ставьте в комментарии плюс или пишите хочу, и я обязательно сниму его для вас. Вот и пробежала неделя, друзья. Я полна сил, улыбаюсь и от меня снова пахнет дентистом. Еще не снимая куртку, я уже спешу сообщить вам о том, что на этот раз мне сняли швы. Все проходит очень успешно, и я еще раз убедилась в том, насколько важно правильно настроиться. Напишите мне в комментарии, на какие темы вы бы хотели увидеть видео в следующий раз. Для меня это очень ценно. Я хочу сделать канал интересным для вас. Спасибо, что посмотрели эту историю. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, вы очень поддержите этим развитием моего канала. С вами была Анна Приходько, и до новых встреч!